Пеп, если вспомнить то время, когда вы сами были футболистом, что вы делали, когда тренер принимал решение оставить вас на лавке? Вы шли к тренеру и пытались выяснить причину, или же просто принимали его решение? Послушайте, Саймон, я был просто потрясающим футболистом и никогда не оставался на лавке запасных. Не знаю, что вам отвечать. Неужели ни разу? Вы просто очень молодой и не помните. Нет, я-то как раз не молод, я все помню. Нет, я был слишком хорош. Так что извините. Но если это происходит, я многое узнал за свою карьеру. И я четко понимаю, что если тебя не выпускают на поле, то у этого есть определенная причина. Это значит, что ты должен становиться лучше. Когда ты проигрываешь конкуренцию, важно понимать, что есть игроки лучше, чем ты. Я принимал это и двигался дальше. Если тренер выбирал другого, я понимал это. Я понимал, что у тренера свои мысли. И в свою очередь я должен тяжело работать. Я всегда уважал окружающих. Но это что касается меня. Другие могут воспринимать все иначе. В качестве хорошего примера могу назвать Джона Стоунза. Если он не попадает в основу, он продолжает тяжело работать. И завоевывает это место. Но есть и те футболисты, которые испытывают больше проблем после того, как не попадают в старт. И такое происходит везде. Не только в АПЛ. И везде футболисты должны все понимать. Все находятся в одинаковом положении. Каждый должен бороться. И в конце концов, есть трансферное окно. Оставаться или нет, решают футболисты. Я не хочу видеть расстроенных несчастливых футболистов. Так что если игрок не попадает в стартовый состав, то это не конец света. Есть множество других клубов. Других тренеров. Каждый сам вершит свою карьеру. Если игрок чем-то недоволен, он должен сообщать об этом клубу. И решать проблему. И сейчас я не говорю о каком-то конкретном футболисте. Я говорю о ситуации в целом. И я говорил об этом футболистам уже множество, множество раз. Мы просто должны быть в процессе. Должны бороться. Должны выкладываться каждый день. Трансферные окна никто не отменял. И когда они наступают, приходит время решать, остаетесь вы с клубом или нет. Нужно принимать мои решения. Я тренер. Я никогда не принимаю решения с мыслями об отдельном футболисте. Никогда. Я всегда думаю о выгоде для всей команды. Мне необходимо, чтобы команда побеждала. Чтобы были счастливы наши фанаты. Чтобы были довольны владельцы. Чтобы все причастные гордились тем, что мы делаем. Это главное, о чем мы должны думать. Скажите, сложно ли объявлять футболисту, что он не выйдет в старте? Например, Рахиму Стерлингу. Конечно, это нелегко. Рахим играл в финале Лиги чемпионов. Он очень важен для нас. Многие футболисты очень важны. Но я должен относиться к Кулу Палмеру так же, как к Кевину Дебрюйне. Чего мне относиться к этим игрокам по-разному? У каждого из них есть родители. У одного есть девушка, у другого жена. У одного уже есть дети, у другого еще нет. У них есть друзья. Все мы люди. И ко всем я отношусь одинаково. Вне зависимости от позиции в клубе. Я говорю честно. У каждого из них разные достижения, да. Но за свои достижения они получают определенную награду. Меня интересует то, что происходит сегодня. Почему к футболисту из Академии Монсити я должен относиться хуже, чем к Джеку Гриллишу? Объясните. Я выбираю Джека только в том случае, если он хорошо показывает себя на тренировках. И я уверен, что он поможет команде победить. Только поэтому. В стартовый состав попадают те футболисты, которые лучше всего себя проявляют. Для меня ничего не значит статус. Я выбираю тех, кто лучше всего готов. Я беру на себя ответственность и принимаю решения. И затем, в зависимости от результата, меня либо хвалят, либо наоборот ругают. За поражение отвечаю я, потому что я принимаю решения. На первом месте всегда должна стоять команда, а не отдельные футболисты или тренер.